Все судышные препараты мы принимаем утром и вечером. Семилетняя Полина Козырева начинает и заканчивает свой день приемом лекарств. Это не лечение какой-то простой болезни. Препараты необходимы ей, чтобы жить. У Полины генетическое заболевание – первичный иммунодефицит. Избавиться от него возможно только с помощью дорогостоящей операции. В нашей области такого ребенка больше нет. И в основном болеют на самом деле мальчики. Это генетическое заболевание передается от мамы к сыну. То есть там поколениями болеет мужское население. Девочка пятая в России, насколько мне известно. И трансплантацию костного мозга девочкам с таким заболеванием в России не делали никогда. О том, что у девочки редкое генетическое заболевание, мама узнала не сразу. Обратила внимание, что с рождения Полина очень часто болела. За три года она перенесла 24 пневмонии. После некоторых обследований им поставили предварительный диагноз – первичный иммунодефицит, хроническая гранулиматозная болезнь. Подтвердили его и в столичной клинике. В ноябре 2020 года мы посетили эту клинику. И обследовав Полину, нам подтвердили в очередной раз наш диагноз – первичный иммунодефицит, хроническая гранулиматозная болезнь. Обследовали ее полностью. И сообщили о том, что ей необходима срочная трансплантация костного мозга. Так как клетки, которые работают с грибами, вирусами и бактериями, к сожалению, не реагируют даже на препараты. Людмиле Козыревой посоветовали обратиться в клинику в Швейцарии, которая специализируется на таких заболеваниях. Цена здоровья дочки оказалась очень велика – 55 миллионов рублей. Обычно средства на такие дорогостоящие операции собирают не только сами родители, но и их знакомые, родственники, неравнодушные люди. Подключаются и благотворительные фонды. Стоимость операции входит в четыре счета. Первый – это поиск донора, поиск, подготовка донора. То есть в данный момент кровь, которую мы сдали в ноябре, заморожена. И как только мы оплатим первый счет, кровь пойдет в работу, то есть вынесут ее на бумагу, внесут нас в базу данных и будут искать донора. Второй счет – это вопрос с яичниками, то есть продолжение рода у ребенка в дальнейшем. А потом сама трансплантация костного мозга и пострансплантационный период. То есть после трансплантации мы будем вынуждены находиться год в Швейцарии, пока ребенок полностью не восстановится и не будет привит основными прививками, которые прививают с рождения. Сейчас Полина редко бывает на улице, потому что любая инфекция, грибок или бактерия грозят тяжелыми последствиями. В свои семь лет девочка понимает – здоровье надо беречь, но мечтает об обычных детских радостях. На улице летом с друзьями, когда я буду одна уже гулять.